Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, геометрия 10-11 класс, относя на задание 96. Докажите, что отрезки параллельных прямых заключенных между плоскостью и параллельно ей прямой равны. Тогда давайте запишем так. АВ и СД – это две параллельные прямые, которые пересекают плоскость α. И запишем так, что точки А и точка С, через запятую запишем, принадлежат плоскости α. А вот точки В и Д принадлежат некой прямой М, а эта прямая М проходит параллельно плоскости α. И нам нужно доказать, что отрезки вот этих параллельных прямых АВ и СД, а именно отрезок АВ и отрезок СД равны. Давайте это изобразим. Так, плоскость α, ее пересекают две параллельные прямые, пересекают они ее в точке А и в точке С. Так, и эти параллельные прямые проходят через некую прямую М и пересекают ее в точках В и Д. Вот В и Д. При этом прямая М параллельна плоскости α. Начнем доказательство с того, что если две прямые параллельны АВ и СД по условию, то они лежат в одной плоскости. Эту плоскость мы можем назвать любыми тремя точками, которые не лежат напрямую и которые находятся в этой плоскости. Например, мы можем назвать эту плоскость АВС. Тогда и АВ, и СД, вот так через запятую напишем, принадлежат плоскости АВС. Ну, отметим, что все точки и точка А, и точка В, и точка С, и точка Д и прямая М также принадлежат плоскости АВС. Плоскость АВС имеет общие точки с плоскостью α. Раз она имеет общие точки, то она имеет и общую прямую, на которой лежат все общие точки. Общими точками является точка А и точка С, следовательно, общая прямая проходит через эти точки. Это прямая АС. Теперь мы воспользуемся следствием из теоремы о признаке параллельности прямой и плоскости. Если через прямую, параллельную плоскости, ну, мы имеем в виду прямую М, которая по условию параллельна плоскости α, через нее проходит плоскость. Это мы имеем в виду плоскость АВС, но М же принадлежит плоскости АВС. Так вот, если через прямую, параллельно другой плоскости проходит плоскость, то это прямая, прямая М, параллельно линии пересечения плоскостей, то есть М параллельно АС. А из этого следует, поскольку на прямой М лежат точки В и Д, из этого следует, что ВД параллельно АС. Давайте соединим на нашем чертеже ВД параллельно АС. А по условию АВ параллельно СД, тогда отсюда можно сделать вывод, что четырехугольник АВДС является параллелограммом, потому что противолежащие его стороны параллельны. Но отсюда тогда можно сделать вывод, поскольку у параллелограмма противолежащие стороны еще и равны, отсюда можно сделать вывод, что АВ равно СД, что и требовалось доказать. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.